Они хотели построить халифат, а оказались посреди террористов. Казахстанки, вернувшиеся из Сирии, нашли в себе силы рассказать о том, что же на самом деле происходило в арабском государстве. После смерти мужей, которых отправляли на самоподрыв, им пришлось голодать и жить в нищете. Намаз мы с мужем начали читать сразу после женитьбы. Через три года уехали учиться в Турцию. Там встретились соотечественниками. Все вместе решили ехать в Сирию. Они говорили нам, что в Сирии притесняют мусульман, и мы должны им помочь. Там нас встретили арабы. Не прошло и месяца, как мужа забрали на самоподрыв, а меня оставили со вдовами. Таких казахов, которых отправляли на самоподрыв было много. Мой муж отказался от этого шага и вернулся. Но позже его ранило, и он умер. Я вышла замуж во второй раз. Денег нам уже не платили. На руках было двое детей. На войну наравне со взрослыми выходили и 13-летние мальчики. Вместо ручек и книг детям в руки давали автоматы. В военных лагерях несовершеннолетних склоняли к гомосексуализму. Супруга мы познакомились в Караганде в 2009 году. Учились в одной группе. Он был верующим, и я тоже стала читать намаз. Мы были еще студентами, когда друзья стали уезжать в Сирию. Он тоже уехал. Через несколько лет вызвал меня. Вначале нам платили долларами, а потом денег и продуктов не стало. В 2017 году мой муж умер в результате бомбежки. Меня поселили в дом для вдов. Там были раненые женщины, а лекарств не было. Они просто гнили заживо. Потом начался голод, и я не знала, чем кормить детей. Мы просили подаяния. Иногда приходилось варить траву. У детей потом животы болели. Арабов обеспечивали продуктами, а нас за людей не считали. К нам приходили арабы и просто забирали понравившихся женщин. Вскоре я вышла замуж за вдовца, а потом еще одно горе. В бомбежке погибли мой сын и второй муж. Я не знала, как вернуться домой. А тут в мае 2019 года в ходе операции «Жусан» нас вывезли из Сирии домой, в Казахстан. Сейчас мне 28 лет. У меня трое детей. Родные нас приняли. Наша страна три раза проводила операцию с кодовым названием «Жусан». Казахстанцев, находившихся в Сирии, вывозили самолетом, в том числе при помощи иностранных военных. Первая операция прошла в январе. На родину вернули около 500 человек. Большинство из них дети, есть и сироты.